Медали и ордена, личные вещи военных моряков и других ключевых участников исторических событий. Безукоризненно символичные и додрожи правдоподобные экспозиции. Все это на выставке, посвященной русско-японской войне, корабли и люди. Для моряка корабль всегда будет живым существом, с даты рождения и смерти, со своей судьбой и собственным характером. Главные гости этой выставки, безусловно, военные моряки Тихоокеанского флота. Для них открытие галерей военной истории имеет особое значение. Она важна для меня не как для военнослужащего, а как для гражданина своей страны, который любит свою родину, любит свою культуру, любит историю этой родины. Это не просто музейные экспонаты, не просто музейная выставка. Это некое такое произведение, некий образ. Он создает настроение и он обращается к памяти, но в то же время он не только дает информацию, он затрагивает самые такие глубинные струны души. Впрочем, судьбы кораблей русского флота, принимавших участие в русско-японской войне, интересно не меньше, чем биографии людей, служивших на них. Инициаторы проекта еще во время подготовки выставки получили великое множество фотографий и видеохроники, и в определенный момент задались вполне логичным вопросом. Кто же эти люди, что смотрят на зрителя сквозь пелену истории? На помощь пришел Виктор Щербатюк, руководитель исторического фонда «Альбатрос», того самого, что инициировал создание памятника китобоям. Оказалось, что бывалый моряк знает почти всех в лицо и по должностям, и для историков его знания бесценны. А поскольку я был участником этих всех многих рейсов, многих людей я знал, вот меня привлекли, или вернее попросили помочь в распознании, кто есть кто. Выставка состоит из четырех основных частей, отразивших ключевые события войны на море. Это и оборона порта Артура, и поход Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Не забыли авторы экспозиции и про Цусимское сражение, и про знаменательный бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой под Инчхоном. Медали и ордена, средства связи, старенькие фотоаппараты и предметы быта – все это призвано дополнить и расширить ощущение погружения, которое непременно возникает у посетителя при попытке вникнуть в исторический код Приморья. Организаторы уверены, выставка станет образовательной площадкой и завоюет свою аудиторию, и даже прояснили, какую именно. Самый широкий, что называется, ноль плюс, потому что наши музейные педагоги, они каждую тему, иногда даже сложную, переводят на язык разных целевых групп. Это могут быть и пятилетки, это могут быть дети постарше, которые понимают уже чуть побольше и нуждаются уже в своем языке. Отныне выставка будет работать в музее города, и уже в апреле запланировано три больших тематических экскурсии – 7, 14 и 28 апреля. К слову, после открытия многие из посетителей согласились, что выставка стала не столько учебником по истории войны давно минувших лет, сколько окном, своеобразным временным мостом, через который уважающие историю своей страны люди могут буквально познакомиться с героями, которые эту историю творили. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.